20 апреля областной Акимат подписал меморандум с организациями Integrity Astana и The Last Hope. Сообщение будут реализовывать проект развития ула, развития страны в трех районах области. Поменяются к лучшему они благодаря финансовой поддержке Европейского Союза. Его представители встретились с Акимом и населением Козылжарского района, обсудили дальнейшее сотрудничество. Подробности в следующем материале. Козылжарский район состоит из 19 округов, в которых 69 сел. Жена Садвокасов рассказала, что в Бесколь ежегодно переезжают около тысячи человек. Людям нравится жить и работать в пригородном селе. Кроме того, поддержка населенных пунктов со стороны государства с каждым годом становится все больше, отметил Аким Козылжарского района. Пять лет назад, грубо говоря, на сельские круга, конечно же, мало выделялось, но сейчас огромной поддержкой идет села. Это и программы такие, как АУ Ельбис ЭГЭ, и дорожная карта занятости, и дорожная карта бизнеса. Очень большие средства. И сейчас, если раньше, допустим, на округ, может быть, от 100 до 500 тысяч выделялось всего лишь, сейчас меньше 15 миллионов на округ нет. На каждый округ, вне зависимости от численности. Для участия в проекте развития АУЛа, развития страны выбрали Козылжарский, Айртауский и Мамлюцкий районы. Наши области его реализуют благодаря финансированию Европейского Союза. Основная задача программы – развитие местного самоуправления в селах. Я думаю, многие из вас знают, что в Европейский Союз входят 27 государств, географически находящихся в Европе. Всего в этих странах проживает 450 миллионов человек. Европейский Союз формировался достаточно долго. Мы по сей день учимся укреплять наши институты, чтобы сделать Союз более крепким, с более усовершенствованной системой управления. Общая философия ЕС в том, что когда мы объединяем наши ресурсы, мы можем сделать гораздо больше. Глава по сотрудничеству председательства Европейского Союза в республике подчеркнул, что Казахстан – давний партнер этой организации. Кстати, Европейский Союз уже поддерживал проекты по развитию сел в Мангустаусской и Восточно-Казахстанской областях. Также в рамках тех проекта проводились открытые конкурсы для предпринимателей, тоже их обучали основам ведения бизнеса, помогали им писать бизнес-планы, сопровождали их в их заявках по различные государственные программы, в частности, фонд ДОМУ. И проводили открытый конкурс с участием широкой общественности, особенно в Мангустаусской области Крышанский альянс очень хорошую работу в этом провел, когда на сходах они определяли, какие из предложенных бизнес-идей действительно социально значимы. Жители Казалжарского района на встрече с представителями Европейского Союза бизнес-идеи тоже озвучивали. У нас надо развить малый и средний бизнес, развить по-настоящему, как положено. А малый и средний бизнес у нас от чего начинается? Если сегодня тысячи тонн шерсти, тысячи штук шкуры, мы не можем никуда сдать. Почему? Потому что их не понимают, нет цены. Если это поддержать, опять такой малый бизнес, то кто-то будет заниматься этим образом. С анимацией получать поддержку в рамках государственных программ или с помощью средств, заложенных в проекте развития аула «Развитие страны». За последние четыре года в Казалжарском районе 440 предпринимателей получили безвозмездные гранты. 327 человек взяли микрокредиты для развития собственного дела. Дарья Пашманцева, Казбек Арыкбаев. Итоги дня.